Меня зовут Юрий. У меня проблемы со спиной. Проблемы начались практически с детства. Просто раньше я этого не замечал. В школе, за партой всегда сутулишься. А с возрастом я стал ощущать. Особенно, когда или долго стоишь, или долго идешь. То есть спина начинает ныть. И особенно поясница, да. Хотя верхняя часть спины тоже достаточно сильно начинает ныть. Меня стало это сильно беспокоить. И я стал ходить к массажисту. И стал заниматься в тренажерном зале. То есть он мне дал определенный список упражнений на спину, чтобы укреплять мышцы. Стало лучше. По крайней мере, достаточно долго надо ходить или стоять, чтобы я уже почувствовал какой-то дискомфорт в спине. Вот сейчас я сижу, особого дискомфорта я не чувствую. Но я не могу долго сидеть. То есть мне все время надо двигаться. То есть сидеть в одной позе больше 15 минут я не могу. Мне становится неудобно. Болей никаких нет. Но все время хочется поменять. Поменять позу. Повернуться, развернуться. Поправить. Поправить плечи. И так как я еще занимаюсь, ну я актер по профессии, то осанка это очень важно. И очень часто я, ну не видя себя со стороны, вот, сутулись, и это некрасиво. То есть это дискомфортно внутри, и еще по профессии это некрасиво снаружи. Эта проблема началась уже давно, и с каждым годом это прогрессирует. То есть, ну с возрастом я сильнее это ощущаю. И поэтому очень хочу от этого избавиться. Потому что, ну, это мешает жить. Я люблю активный образ жизни. А если проблемы со спиной, это очень трудно. В общем, я хочу избавиться от проблем в спине. Я слышал, что Ману в этом разбирается. Вот, и он может помочь. Вот, я хочу попробовать. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Мне 22 года, и с самого детства у меня болит спина. Я помню, как мама делала мне массаж, не какую-то гимнастику. На начальных классах школы началось искривление позвоночника. Я совершенно не помню, что такое прямая спина. То есть, как это? Сейчас меня беспокоит поясничный отдел моей спины. Конкретно лордоз, который мне мешает при долгой ходьбе. При, ну, нахождении в прямом состоянии. Хождение на каблуках тоже мешает. Потом у меня есть искривление в верхней части. Из-за этого я сутулюсь. И бывает даже нагрузка, как на плечи. И бывают зажимы даже в мышцах. Тоже очень болезненные ощущения, которые вообще мешают, практически мешают жить. То есть, мешают находиться в нормальном состоянии благостном. И я бы очень хотела от этого избавиться, от этих ощущений. И ходить ровно, с прямой спиной, гордо поднятой головой. И быть счастливым. Меня зовут Константин. Мне 35 лет. Проблемы со спиной у меня начались еще в детстве, когда я сидел за партой. И уже почувствовал, что в верхней части спины у меня очень сильно ломит и болит. Потом как бы делал физкультуру, какие-то определенные упражнения. Там плавал, проходило. Потом это как-то все сошло на нет. И потом опять эта боль уже с ней... И еще боль появилась в нижней части спины. Где-то, наверное, лет в 20-25. Очень сильно я прочувствовал это. Начал ходить на мануальный массаж. Начал много заниматься физкультурой, плавать. Как-то это ушло. Потом это опять появилось, наверное, лет через 7-8. Уже очень серьезно. Когда долго ходишь, занимаешься какой-то тяжелой физической работой, очень сильно болит поясница и болит верхняя часть спины. Когда сюда пришел, у меня... Я долго прошелся по улице, у меня как раз болела очень сильно поясница. И когда я пришел на передачу, я к ману и сказал, что у меня болит поясница. И я пришел к ману, чтобы он попытался мне убрать эту боль и убрать этот дискомфорт, который у меня есть. Я бы хотел, чтобы ты сейчас немного подвигался, чтобы я протестировал диапазон движений в твоей спине и посмотреть, откуда столько лет у тебя боли и дискомфорт в спине. Медленно сейчас наклонись в левую сторону. Ноги расставься на ширину плеч. Очень-очень медленно наклоняйся. Вот диапазон движений примерно на этом уровне. А теперь давай наклонись в другую сторону. И здесь движение свободнее. Левая сторона больше зажата, правая более свободная. И теперь наклоняйся назад. И как только ты почувствуешь дискомфорт, сразу мне скажи. Может быть здесь. И теперь медленно возвращайся. То есть диапазон движений назад не очень большой. И теперь я предложил тебе снять футболку и лечь на кушетку головой сюда. Моя работа заключается в том, чтобы удлинить позвоночник в случае, когда у человека боли в пояснице, чтобы человек почувствовал больше пространства внутри. Основная проблема с болями в спине – это компрессия позвонков. И вторая проблема в том, что эти позвонки еще и скручены. И вначале, когда мы начинаем работать над поясницей, это нужно растянуть позвонки, а затем уже заняться проблемой скручивания. И я всегда начинаю работать с нижней частью поясницы и затем уже с верхней. И только уже третьим этапом я начинаю работать непосредственно с поясницей. Это научный метод. Я использую масло для своей работы и буквально совсем немножко масла я наливаю в блюдце. И когда я начинаю работу со спиной, то нужно понять, что вся система, ваши пальцы, ваши руки, ваши локти могут служить вам инструментами в вашей работе. И работая с бедрами, гораздо удобнее использовать локти. И сначала мы растягиваем спину таким образом. И совсем чуть-чуть масла я кладу в зависимости от сухости кожи. Вначале нужно вам совсем немного масла. И затем вы сможете добавить по ходу работы. И вот в этой растяжке я использую вес своего тела. И таким образом мне самому очень удобно стоять. поэтому мне легко сделать 5, 6, 7, 8 сессий в день не уставая, потому что я всегда использую закон гравитации и вес собственного тела. и вначале я открываю нижнюю часть спины. И где-то 3-5 минут примерно вы можете уделить каждой стороне. и сначала я работаю с одной стороны, и затем перехожу на другую. И лучше не работать больше 5-7 минут с одной стороны, чтобы тело не уставало. И пока одна сторона отдыхает, вы можете работать с другой стороны. и затем вы всегда можете вернуться, если вам нужно будет пойти глубже. И снова начинаем с небольшого количества масла, и затем вы добавляете больше. Now, usually after a little bit of work, people will start to be able to feel some difference in their movement. И уже даже через несколько минут работы у человека возникает ощущение, что что-то изменилось. So the first part of the work that I'm showing is using the arm. You can also и вначале я показываю работу, выполняемую локтем. Также вы можете делать эту же работу кулаком. И тогда вы можете идти глубже в определенном месте. И важно вначале найти тазовую кость и работать с ягодицей, а не наверху, потому что там находятся почки и другие внутренние органы. И вы работаете с верхней частью только когда будете работать вдоль позвоночника. И я занимаю удобную позицию и начинаю двигаться вниз. Часто у человека возникают болевые ощущения, потому что все мышцы напряжены, защищая спину. И ваша задача сначала расслабить эту область, чтобы позже вы могли расслабить область, где находится травма. И я делаю разные растяжки. Иногда я делаю это кулаком. И я всегда разговариваю с пациентом, и он мне говорит, если я прохожу болезненную точку. И, возможно, я должен уделить больше времени какой-то зоне или идти помягче. И через какое-то время у вас появится ощущение того, где у человека напряжение в теле. Я всегда начинаю работать с ягодицей, с обеих сторон. И примерно одинаковое время уделяю каждой стороне. И если у человека травма или болезненные ощущения с определенной стороны, то я больше времени уделяю именно ей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И дальше я буду работать вдоль позвоночника, снизу вверх. И снова я начинаю работать локтем, и затем позже буду работать кулаком. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И я работаю с каждой стороны примерно одинаковое время. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И я работаю очень близко к позвоночнику, но ни в коем случае не иду по ней. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот спина находится там, где мой палец, и я иду по мышце вдоль. Я не трогаю позвонки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть вот позвоночник, и я иду четко вдоль него. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мышцы в позвоночнике и вдоль позвоночника как резина. Если вы растягиваете верхнюю часть, то автоматически растягивается и область поясницы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И если в позвоночнике позвонки слишком близко друг к другу расположены, то тогда хрящи межпозвоночные начинают выходить наружу, стираются, и у человека возникают боли. Это может быть после долгого сидения или когда вы утром встаете с кровати. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И теперь я иду глубже. Вначале я всегда работаю немного легче. И также я разговариваю с человеком, есть ли у него какие-нибудь проблемы в шее. Потому что если у него есть проблемы с шеей, то я вначале сделаю какие-то движения, чтобы расслабить именно область шеи. И я все время использую вес тела, который помогает мне. То есть вот цикл работы. Один, два и третья часть это работа в области поясницы, где у человека боль. И вначале я использую палец и нахожу то место, где особенно больно. И сначала я проверяю с одной стороны. И если боли нет, то я буду проверять немного сильнее. И вот я нахожу, что у него есть боль в правой стороне позвоночника. И у многих боли есть прямо в области крестца, у некоторых чуть выше. И вот я нашел здесь одну точку. Примерно надюй выше крестца. И теперь я проверяю другую сторону. И вот здесь, в самом низу, у него тоже есть боль. И бывает так, что у человека боли в нескольких местах в спине. И тогда моя работа заключается в том, чтобы сначала поработать с областью крестца. И когда вначале я растяну область ягодиц, то мне гораздо удобнее станет работать с поясницей. И теперь я меняю позицию. И чтобы работать с этой областью, гораздо удобнее использовать кулак. И я иду прямо вдоль позвоночника. И когда я подхожу к крестцу, я здесь очень аккуратен. И никогда костяшки моих пальцев не касаются тазовых костей или позвоночника клиента. То есть я делаю очень аккуратно и работаю вот этими двумя областями, чтобы никаким образом не возникли синяки. И снова я иду вдоль. И если мой клиент гораздо больше или сильнее, чем я, то вначале я делаю несколько растяжек локтями, в этой ситуации я больше, чем он, и мне не нужно это делать. И кроме того, у него позвоночник несколько выступает наружу, и здесь не очень удобно работать локтем. У некоторых людей мышцы закрывают позвоночник, и вам нужно сначала сделать несколько сильных движений локтем, чтобы расслабить эти мышцы. У каждого человека свой тип кожи. И вначале, когда я смотрю и вижу, если у человека есть много красных точек, я предлагаю ему уменьшить количество жиров в диете. В его случае у него заметны белые пятна на коже. Это происходит, когда человек проводит много времени на солнце, а он только что вернулся из Таиланда. И мне нечего ему посоветовать, кроме как в следующий раз взять меня с собой. И я продолжаю глубокую работу. И в этой области я также могу использовать большой палец. И когда я подхожу к области, где мне нужно сильнее надавить, я использую оба пальца. Я хочу растянуть вот эту область, поэтому я давлю в этом направлении. И помните о том, что нужно всего несколько движений, чтобы человек уже лучше себя почувствовал. и я растягиваю в этом направлении. И я работаю с обеими областями одновременно. И также с этой стороны я могу использовать локоть и палец, чтобы открыть эту область. И я снова повторю весь цикл два, три, четыре раза, может быть, даже пять раз. И каждый раз его тело все больше и больше будет открываться. И я стараюсь держать руку прямой с тем, чтобы я мог использовать вес своего тела. а не мышцы своей руки. Это лучше для клиента, и это лучше для вас. И часто в процессе сессии я спрашиваю своего клиента, как он себя чувствует. Он чувствует себя хорошо. И иногда бывает болезненное ощущение в теле, но это нормально. И если боль слишком сильна, клиент мне всегда об этом говорит. И вот здесь та область, где у клиента часто бывает сильная боль. Клиент всегда хозяин сессии. Клиент всегда хозяин сессии. Если боль слишком сильна, он об этом говорит, и я смягчаю давление. Я никогда не заканчиваю работу только в этой области. Я заканчиваю работу, делая сильные и глубокие длинные растяжки. И через несколько мгновений я попрошу его встать, и мы сможем увидеть, какой прогресс в ощущениях его тела и появилось ли больше подвижности. Теперь я хочу проверить, как он себя чувствует, наклоняясь в ту или иную сторону. И теперь вы видите, что наклон гораздо больше. И в первый раз, когда мы проверяли, он не мог так далеко наклониться. И это важно, чтобы ваш клиент увидел, что изменения происходят. И в эту сторону он наклоняется почти на 90 градусов. Это гораздо больше, чем в первый раз. И теперь проверим, как он наклоняется назад. И когда ты почувствуешь дискомфорт, скажи мне. И сейчас вы можете увидеть, что он наклоняется гораздо дальше и выглядит теперь как преподаватель йоги. То есть мы сегодня поработали в три шага. Работа с ягодицами, верхней части спины и поясницей. Это легко запомнить, и вам будет это легко воспроизвести, когда вы будете работать со своим клиентом. После массажа я почувствовал приятные ощущения, и мне кажется, амплитуда наклона стала больше. Спасибо. Спасибо. Да, да. Итак, расскажи, где ты ощущаешь боль в спине. Слева или справа? Она точно не знает. Итак, у нее боли в нижней части спины, и она сейчас точно не уверена, с какой стороны больше, справа или слева. Иногда больше слева, иногда больше справа. А иногда эта боль концентрируется в центре. И сейчас я хотела бы, чтобы она наклонилась влево, это как тест. И скажи, когда ты почувствуешь дискомфорт. Вот уже сейчас. И ее наклон примерно 60 градусов. И теперь наклонимся в другую сторону. Вот сейчас она ощущает дискомфорт снова с левой стороны. И когда она наклоняется и влево, и вправо, это ощущение всегда с левой стороны спины. Возможно, там скручивание, и другая проблема – это компрессия. И наклоняемся назад. И вот здесь ощущение дискомфорта. Верхняя часть хорошо раскрывается и растягивается, но в пояснице наклон, возможно, только чуть-чуть. И когда клиент ложится на стол, я всегда спрашиваю, как чувствует себя его шея, есть ли напряжение. И если есть какие-то боли в шее, то я вначале всегда работаю с этим напряжением, чтобы человеку было удобно лежать потом в этом положении. И когда я прояснил про шею, то я снова начинаю работу с небольшого количества масла и выполняю этот цикл 1, 2, 3. И я только-только смачиваю кончики пальцев масла. И это удобно, потому что если у вас вдруг перевернется блюдце, тогда немного масла вылится на пол. И я начинаю таким образом. Сначала с одной стороны. И я могу начать с локтя, а потом еще поработать кулаком. И помните, опять же, про тазовые кости, вы работаете только с ягодицей. И если вы будете работать выше и нажмете на область почек, то это может быть опасно для клиента. Поэтому определите, где находится тазовая кость и работайте ниже. и я работаю с обеих сторон. и покажи мне, с какой стороны обычно возникает боль. с нее боль больше с правой стороны. И я потом вернусь на эту сторону и уделю ей больше внимания. И я использую оба локтя, чтобы одну сторону растягивать вверх, и другую вниз. И в некоторых случаях, даже если вы чуть-чуть увеличите расстояние между позвонками, боль можно полностью устранить. И после этого я буду работать кулаками вдоль позвоночника, снизу вверх. И я работаю очень близко к позвоночному столбу. И останавливаюсь примерно на уровне плеч. И с проблемами, с тем, как работать с проблемами в верхней части спины, мы уже издали фильм, который называется «Шея без проблем». И я спрашиваю своего партнера, как ощущения, есть ли боль? И иногда нужно спросить дважды, потому что партнер может говорить очень тихо. Она чувствует боль. Сильную боль? Вот сильная боль здесь. И я сделаю аналогичное движение с другой стороны. А с этой стороны боль больше или меньше? Она отвечает «меньше». Но теперь появилась еще новая точка. И это часто происходит, потому что у людей бывает боль в разных областях спины. И в большинстве своем это связано с компрессией позвонков. И после первой и второй я перехожу к третьей позиции. И вначале я проверю, есть ли боль. Вот боль у нее расположена здесь. Боль здесь нет. Здесь? Немного. Здесь? Немного. Здесь? Немного. Здесь? Да. Здесь? А здесь? Она уже готова спрыгнуть со стола или улететь на Луну. Здесь сильная боль. И я знаю, что мне нужно делать там сильные растяжки, чтобы раскрыть эту область. А теперь я проверю эту сторону. Здесь? 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 А здесь? Да? Да. Больше боль концентрируется в нижней части спины. И это происходит, когда вы много сидите на своей работе. Она много сидит перед компьютером. И когда вы много сидите, то вес вашего тела давит на позвонки в области крестца. Или люди, которые водят машину или сидят в самолетах, у них очень часто проблемы с поясницей. И им нужны такие сессии, а также специальные подушки. И теперь я работаю здесь, чтобы открыть эту область. И она мне скажет, если я давлю слишком сильно. Я нажимаю сильно, но ей это нравится, потому что я открываю эту область. А вот если я сделаю так, то ей будет больно. Такого рода растяжка открывает спину. И помните, что вам нужно быть очень терпеливым работой со спиной. Вы сначала делаете этап один, потом два, и только затем приходите к этапу три. И в связи с тем, что у нее очень много напряжения с левой стороны, то я буду работать здесь глубоко. Буду идти вдоль позвоночника обоими пальцами. И на какое-то время останусь здесь и буду просто давить. И вы, как терапевт, тоже должны быть расслаблены во время сессии. И вам нужно быть очень творческим в том, какую позу выбрать. То есть мне нужно быть расслабленным, чувствовать себя хорошо и дать клиенту хорошую энергию. И всегда я работаю весом своего тела, а не силой мышц. Если у человека есть какие-то проблемы с кожей или комариной укуса, то я обхожу эту область. И опять же я заканчиваю эту работу, растягивая поясницу локтями. И как я уже показывал раньше, я могу также проводить эту работу двумя руками, надавливать большим пальцем и растягивать ягодицу кулаком. Я обычно не держу человека на столе больше 20-25 минут. И после течения этого времени я попрошу ее встать и пройтись. Сколько тебе лет? 22. 22. Ты в хорошей форме. И я бы хотел, чтобы ты сейчас повернулась на бок, и я хочу показать на тебе специальную технику для беременных женщин. Если женщина беременна, я буду делать ту же самую технику, но тогда, когда она лежит на боку. И я очень мягко растягиваю эту область. Обычно у беременных женщин много болей в области крестца. И эта боль возникает до рождения ребенка и затем продолжается после рождения. И я работаю с областью ягодицы. И пусть это будет приятно клиенту. Вы можете надавливать чуть легче. И основная ваша задача – растянуть область крестца, чтобы уменьшить давление на седалищный нерв. Как ты себя чувствуешь? Отлично. И если я хочу работать с другой стороны, то я переверну клиента на другой бок. И теперь снова я работаю с этой областью спины. И здесь вы можете работать кулаком. И работая кулаком, вы можете использовать вот эти два пальца или безымянный мизинец. То есть вы можете двигаться вот так, безымянным или мизинцем. И растянуть немного область крестца. А также вы можете встать таким образом, если это вам более удобно, и сделать вот такую растяжку вверх. И снова вернуться в исходное положение и сделать небольшое растяжение крестца таким образом. И затем вы начнете уже работать с областью поясницы. И ей нравится это ощущение, и она уже начала улыбаться. И многие женщины очень мучаются во время беременности только из-за того, что у них возникают боли в кресте. И вы можете облегчить систему жизни, сделав несколько таких растяжек. Они будут чувствовать себя гораздо более расслабленными и счастливыми. И вот это отличное положение для сна или отдыха, когда вы лежите на спине, под вашими коленями подушка. И если вы спите на животе, то для вашего крестца, для вашего позвоночника это неудобная позиция. То же самое, когда у вас клиент лежит на столе, и вы проводите сессию, то лучше под живот подкладывать подушку. Потому что если спина слишком прямая, то там очень легко защемляются нервы между позвонками. И я сделаю несколько растяжек для нее. Специально для нижней части спины. И поскольку у нее боли слева, то я начну с левой стороны. Я держу правую ногу. И направляю колено сначала к плечу, а затем к середине груди. И она скажет мне, когда возникает боль или дискомфорт. Когда мы достигаем предела растяжения. Скажи, в какой момент. И я могу еще надавить. И сделай глубокий вдох. И сделай глубокий вдох. И расслабься. И теперь я направляю колено к середине груди. И сделай глубокий вдох. И у нее возникает ощущение боли, и в этот момент она делает глубокий вдох. И теперь другая нога. И не важно, начинаете ли вы растягивать снаружи или внутрь. И я также могу использовать вес своего тела. И мне гораздо удобнее, если ее стопа упирается мне в грудь. Сделай глубокий вдох. И теперь вторая растяжка. Как ощущение? Возникает ощущение боли. Вот это отличная растяжка для нее. Чтобы растянуть поясницу. И расширить пространство в спине. И теперь мы сделаем эту растяжку с обеими ногами. Одну руку вы подкладываете под крестец. И немного нанавливаете. Сделай глубокий вдох. И теперь проверим наклоны. Как ощущение? Она говорит, что чувствует себя хорошо и наклон гораздо больше. И теперь в эту сторону. Как ощущение? Хорошо. И теперь назад. И когда человек отклоняется назад, всегда поддерживайте его. И теперь видно, что поясница тоже сгибается. Она может даже уснуть в этом положении. И потихонечку возвращаясь. И скажи, как ты себя чувствуешь после сосея. Появилось ощущение легкости. Потому что блоки, которые были раньше, они как будто бы ушли. И даже улучшилось настроение. И очень такое возвышенное состояние. И действительно какой-то свободы. Такой давно забытый. Спасибо. Иногда даже одной сессии достаточно, чтобы человек почувствовал себя гораздо лучше. Но в случае хронических заболеваний, когда у человека боли тянутся в течение 3-5-15 лет, тогда нужно больше, чем одну сессию. И сейчас я демонстрирую эти техники на клиентах, у которых проблемы средней сложности. У меня был один клиент, который лежал в больнице месяц и не мог ходить. И единственной надеждой была операция. И тот, кто пригласил меня в Китай, спросил, могу ли я помочь этому человеку. И я сказал, конечно, если диск не поврежден, я могу помочь человеку. У этого клиента были сильные боли, и он не мог приехать ко мне. И рано утром я поехал в больницу. И после каждой сессии на 5 часов у него наступало улучшение. И это ощущение было совершенно новым для него. И на третий день я объяснил его жене, каким образом делать ему массаж спины. И его жена начала сама проводить для него сессии. И уже через несколько дней у него полностью исчезли боли. Через два дня он уже потихонечку начал бегать. И я предложила ему делать несколько упражнений в воде. такое некое карате, которое также позволяет растянуть спину и открыть область крестца. То есть он стоял на правой ноге и делал вот такие движения в воде. И также в воде вы можете делать растяжки, чтобы ваша поясница растягивалась. И это очень-очень важно поддерживать себя и делать разные упражнения после сессии. Особенно если у вас были серьезные проблемы с позвоночником. И я поработал с этим человеком. И через несколько дней он уже выглядел как спортсмен, бегая по коридору больницы. А он был самым тяжелым пациентом. Многие люди не знают, что даже если у вас сильные боли в спине, эту проблему можно устранить. Очень скоро вам станет лучше. И после сессии я предлагаю клиентам носить пояс. 24 часа после сессии такой пояс вы можете купить в любой аптеке. И он поддерживает мышцы. И пояса существуют разных размеров. И он очень плотно обтягивает вашу поясницу и удерживает мышцы внутри. То есть этот пояс нужно снимать только когда вы идете в душ. Наносите его 24 часа в день. И сейчас ее спина в правильном положении. Ты сейчас чувствуешь, что могла бы полететь на Луну. И я не хочу, чтобы она потеряла это ощущение. И часть моей работы, часть вашей работы, когда вы делаете эти сессии с людьми, вам нужно объяснить человеку, что делать после сессии. Сидение ужасное. Это будет возвращать боль и дискомфорт. Когда люди много сидят, именно это вызывает боли и проблемы в пояснице. Необходимо ходить, бегать. И когда вы лежите, я сейчас хотела бы показать вам то, как нужно правильно лежать. Ляг на бок. И я даю человеку подушку, которая кладет между ног. Это очень важно для баланса в спине. И одна или две подушки на область сердца. Тогда она лежит очень удобно и в этой позе очень хорошо спать. И если ей нужно перевернуться, она перевернется и снова положит подушки точно так же. Это очень важно для спины, чтобы вы лежали в правильном положении. А если вы хотите заниматься активными упражнениями, вам нужно делать вот такие подтягивания на турнике. Потому что тогда спина свисает и растягивание происходит естественным образом. И вы можете много раз потянуться на турники, и это будет очень полезно для вашей поясницы. И еще одна вещь. Если вам приходится много сидеть, то приобретите правильные подушки. Это я вам сейчас покажу, какой формы должна быть подушка. Она будет сидеть вот здесь, где находится отверстие. То есть четко под ее крестцом находится пустота. То есть подушка не давит на крестец. То есть с этой стороны, если мы посмотрим на нее, она сидит удобно с прямой спиной. И теперь переверни, чтобы мы увидели, как это выглядит с обратной стороны. Вот здесь пустота отверстия. И в некоторых странах продаются подушки, уже изготовленные таким образом. Вы видите, что там, где проходит позвоночник, подушка не давит на эту область. И подушка поддерживает левую и правую часть тела, и нет никакого давления на крестец. Если вы будете следовать этим указаниям, то ваша спина будет чувствовать себя гораздо лучше. И вы вернетесь к активной спортивной жизни очень быстро. И вам необходимо вернуть позвоночник в правильное положение, и после этого укрепить мышцы. И тогда все будет отлично. И прежде чем начать работать с ним, я хочу показать вам, каким образом нужно проверить шею вашего клиента. И я предлагаю ему повернуть голову влево. И она хорошо поворачивается. Теперь в другую сторону тоже хорошо. Возникает ли где-то боль или дискомфорт? Когда поворачиваешь далеко, то есть небольшой дискомфорт. И теперь посмотри вверх. Есть ли дискомфорт? Тоже чуть-чуть есть дискомфорт. И вниз. Тоже небольшой. То есть есть область напряжения небольшая. И я всегда проверяю это, прежде чем начать сессию. И когда человек лежит на животе всю сессию, это не всегда просто, особенно для шеи. И теперь наклонись вправо. Возникает ли боль? Чуть-чуть. С правой стороны. С правой стороны. И теперь влево. Есть ли здесь дискомфорт? Немного. И назад. Есть ли боль? Дискомфорт? Да. Это сильная боль. И вот здесь сильная боль. И еще одна растяжка, которую я предлагаю всегда сделать клиенту. Наклониться вперед. И посмотреть, есть ли боль в пояснице. И сначала я поработаю с позвоночником, и затем в конце сессии сделаю несколько движений по снятию напряжения с шеи. Лучше всего работать с шеей в начале и также в конце сессии. У него нет проблем с шеей, поэтому я начну с нижней части спины. И здесь я покажу вам несколько новых движений, особенно хороших для человека, если у него напряжение в ногах. И вы можете работать с областью ноги от ягодицы до колена. И разным людям нужно разное количество масла на кожу. И когда я начинаю работать локтями, я продолжаю движение по бедру до начала колена. И это открывает область поясницы. И для многих людей очень важно, чтобы вы целиком проработали все бедро. И я могу это делать локтем, могу кулаком. Есть ли боль? То есть для него это приятно и еще неудобно. И таким образом вы глубоко растягиваете мышцу. И это помогает расслабить и снять напряжение с области крестца. Это тот же самый этап один, о котором я говорил раньше, просто удлиненный. И помните о том, чтобы использовать чуть-чуть масла и не превращать своего клиента в греческий салат. Просто если вы намажете много масла, вам придется потом его стирать. И ваши руки начинают скользить и соскальзывать, и вы не можете работать с мышцами глубоко. И я снова работаю по бедру, от ягодицы до колена. И затем я буду работать с верхней частью спины. Есть ли боль? Боль. 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 этого ритма в течение сессии. Иногда, когда вы работаете кулаком, могут возникать красные полосы на спине, но они исчезают очень быстро. И снова я сейчас проведу тест на боль. Вот у него боль здесь. Почти у каждого человека есть болевые ощущения в пояснице, и если вы используете эти техники, вы сможете помочь вашим родным или друзьям. И многие люди страдают годами, а это им совершенно не нужно. И у него больше боли в средней части поясницы. И небольшая боль здесь. Немного боли здесь. То есть у него много болевых ощущений здесь. И я с этой областью поработаю несколько дольше, чтобы растягиваться. Тянуть и расслабить ее. У него сильные мышцы. И довольно сильная компрессия позвонков. И мне нужно действительно использовать вес своего тела, чтобы помочь себе и работать глубоко. И снова я растягиваю его спину. И поскольку у него крепкие мышцы, мне нужно глубже работать с локтем. И я поработаю немного на правой стороне, и затем снова вернусь на левую, потому что основная проблема с левой стороны. И я повторяю это движение несколько раз. И также я работаю двумя пальцами. Надавливаю глубоко и медленно ввиду. И когда диск не давит на седалищный нерв, то человек сразу начинает чувствовать себя лучше. И важно, чтобы клиент наслаждался сессией, получал удовольствие от нее. Иногда болевое ощущение может быть очень сильным, но человек вам скажет об этом. Даже после этой короткой сессии он уже почувствует себя лучше. В часовой сессии я повторяю этот цикл 3-4 раза. И вот эти растяжки я уже показывал вам, и я повторю их снова, когда я удерживаю одну ногу и толкаю другую. И у некоторых клиентов растяжка довольно слабая. И я не давлю дальше. А теперь попробуем другую сторону. И вы делаете это с обеими ногами. И есть еще одна растяжка, которая очень важна для поясницы и для избавления боли крестца. А также хороша для беременных женщин. Вы вот таким образом складываете руки. Локти близко к телу. Садитесь на подушку. И ваши стопы упираются в локти клиента. И вы кладете ноги клиента на свои ноги, и вы можете использовать подушки для этого. И ваши стопы толкают локти клиента. Ваши руки расположены под коленями. Правая рука под коленом. И вы берете себя выше локтя. И начинаете растягивать под углом. Как будто бы вы управляете лодкой. И таким образом вы растягиваете нижнюю часть спины клиента. Это очень полезная растяжка для позвоночника, для поясницы. И одна эта растяжка может убрать огромное количество проблем. И вы можете научить своих друзей делать это для вас. То есть, мои руки здесь отдыхают. И я просто использую вес тела и тяну, собственно, спиной. И теперь другую ногу. Моя левая рука под правым коленом клиента. И я растягиваю немножко под углом по диагонали, чтобы колено уходило немного в сторону. Я прошу клиента расслабиться. И я делаю каждую сторону по несколько минут. И важно, чтобы клиент расслаблялся и дышал в спину. Третьим этапом я растягиваю обе ноги одновременно. И здесь очень важно, что ваши руки остаются открытыми, и растяжение идет по диагонали, в стороны. То есть, ваши руки не прикасаются друг к другу, и вы тянете назад, и колени немного в стороны. Такой релакс. И ощущение в спине расслабляющее. И важно, чтобы клиент расслаблялся и не старался помочь мне. Расслабься. Так лучше. И если ваш клиент расслаблен, то растяжение идет гораздо сильнее. Хорошо. Спасибо. И возвращайся. И еще одна растяжка. Руки клиента лежат на столе. Одна ваша рука на крестце. Вы просите клиента дышать. Еще одна растяжка, которую я вам еще не показывал. Это скручивание. У многих людей в спине есть компрессия со скручиванием. И эта растяжка может помочь. И я даю подушку клиенту, чтобы он обнял ее. Немного подвинулся ближе ко мне на столе. Моя рука на локте. И второй рукой я очень мягко поворачиваю клиента. И немножко его еще двигаю, чтобы он не упал со стола. Успех вашей сессии также зависит от того, волнуется ли клиент за свою безопасность. И я мягко начинаю его скручивать до того момента, пока он не скажет, что достаточно. И я просто растягиваю в разные стороны. Иногда вы можете даже услышать звук, щелканье. Сейчас я просто растягиваю его. И теперь я сделаю то же самое с другой стороны. Одна нога прямая, другая согнутая. И я держу его за локоть и мягко толкаю. Я толкаю его бедро вниз и в сторону. Отлично. И еще одна растяжка для людей, у которых мышцы живота сильно перенапряжены. Нога согнута. Человек лежит на боку. И вы одной рукой беретесь за колено. И вторую на бедро. И вы просто растягиваете до того момента, пока клиент не скажет «стоп». И вы делаете это с обеих сторон. И теперь ты можешь встать. И давайте спросим, как он себя чувствует. Проверяет свою шею. Это напоминание, что нам нужно сделать несколько растяжек для его шеи. Если у человека болит шея, одну руку вы кладите под голову, другую на плечо и просто мягко растягиваете. И вы можете сделать это пять-шесть раз. И если у человека боли в шее, то вы можете это делать до начала сессии в течение пяти или десяти минут. Важно, чтобы он расслабился. Я растягиваю его шею. Спасибо. Спасибо. Игорь, как ты себя чувствуешь? Мне похоже, что он спрыгнул быстро со стола, уже готовый к действию. Хорошо? Хорошо себя чувствуешь? И выглядишь счастливым. И давайте проверим диапазон движений. Наклонись в сторону. Вы видите, он наклоняется гораздо дальше. Почти уже на сто градусов. Хорошо. И вы в эту сторону видите, что гораздо больше свободы. Он уже готов идти играть в футбол или влюбиться, или пойти на вечеринку, как молодой, счастливый, здоровый человек. И теперь наклонись назад. Это наш новый преподаватель йоги в Москве. И через несколько сессий он станет чемпионом. И моя задача ему объяснить, что не нужно наклоняться много в течение двадцати четырех часов. Часто человеку становится настолько хорошо, что он готов жениться, ехать на Багамы и делать всякие интересные вещи. Но нужно ему попросить двигаться немного медленнее. Как ощущения? Это давно забыто ощущение так доставать до пола. Это было очень давно. То есть такая легкость, очень хорошая воздушность в теле. Спасибо большое. И важно отметить, что я раньше никогда не работал с этими тремя людьми, которых вы сегодня видели на сессии. Для меня это абсолютно новые спины. И вы, видя, как я работаю, можете научиться делать это своим родным или друзьям. И вы увидите, что им станет лучше очень быстро. И вы можете делать эти шаги первый, второй и третий каждый вечер. И если вы даете профессиональные сессии, более долгие и глубокие, то лучше не делать их каждый день. И я также покажу вам несколько вещей, которые вы сможете делать сами. Если вы опираетесь вот так на стол, и ваши колени свободно висят, и растягиваете таким образом поясницу. Другая растяжка – это когда вы висите на турнике. Также вы можете делать себе скручивание, просто поворачивать колено и немножко подталкивать самого себя за поясницу. И даже я сейчас услышал кликающий звук. Таким образом, моя спина и позвонки становятся на место. Одна нога прямая, одно колено согнуто. И я скручиваюсь и подталкиваю себя вниз и в бок. Это очень полезная растяжка. Также вы можете делать просто такое раскачивающее движение. И вы делаете это с обеих сторон. А также одна растяжка, которая была очень полезна для меня, когда я был молодым. Вы садитесь таким образом, перекидываете одну ногу на другую. И вы можете схватить себя за штанину, вот так. И поворачивайтесь в эту сторону. Одна рука толкает в одну сторону, а тело поворачивается в эту. И вы просто растягиваетесь. И сделать это с другой стороны. Нога перекинута через ногу, вы держите себя за штанину и просто растягиваете. И снова я услышала небольшой звук. Для многих из вас растяжка со скручиванием очень важна. Но вначале нужно сделать растяжение в спине. После этого скручивание будет проходить гораздо легче. Для некоторых людей скручивание может быть болезненным. Поэтому вначале вы растягиваете спину и после этого делаете скручивание. Или просите кого-то помочь вам. И с этой работой у вас будет здоровая спина, и вы будете чувствовать себя молодым и жить полной жизнью. И очень важно жить без боли в спине. Добро пожаловать в мир здоровой спины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok